Без песни нет праздника, а без веснянки весны. В этом уверены организаторы фольклорного мероприятия на острове Хортица. Они заверяют, сейчас когда расцвели деревья, самое время вспомнить древние традиции. Старинный обряд песнопения веснянок известен еще с древних времен. Пели зачастую одновременно с танцами. Эти веснянки символизировали приход весны и изгнание зимы. Наши предки считали, если весну задобрить гуляниями, и урожай будет щедрым, а потому не скупились на хороводы и песни. Такий обряд, где люди, где народ от души спевал, высловливал свои думки. Я вижу это чудово в том, что люди не были теми, которыми они не являются. Они показывали себя, показывали благодаря Богу, природе. Важным обрядом встречи с весной считался ляльник. Девушки выбирали лялю, царевну. Она и была символом весны. Именно для нее пели и танцевали. Веснянки были созданы в те времена, когда наши пращуры связывали приход весны, пробуджение природы с начала Нового года. И поэтому весна, а в данном случае это ляля, которая будет символизировать весну. И ее обряд обирания, запрошения на свято, спевания, кроме для нее веснянок, проводить хороводы. Это как раз включает обряд веснянок ляльник. Вы выбирали девушке собі гарную царевну, яку прикрашали. Вона особливалась десь богиней Макоши приблизно. Вот такой вот цей проявлений называется ляля. И садовили навіть ранее на трот, прикрашали квитами, яскравыми. И потом навколо неї проводили різные ритуали. Встретить весну на Хортицу пришло немало запорожцев. А главное, я уверены они, урожай в этом году будет хорошим, ведь пели и танцевали от всей души.